С чего начинается государство российское? С малых уголков нашей родины? А может быть, с Владимирских проселков? Сегодня об этом мы будем размышлять в Телеформе. Пока в нашей студии Юрий Никитин, писатель-краевед. Мы ждем пополнения с минуты на минуту, но у нас уже есть о чем поговорить. Юрий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы уже презентовали первые сборники большой трилогии Владимирские проселки. Здесь, в эфире телеканал «Вариант». И вот, наконец-то, сегодня заключительный том, чему он посвящен. И, наконец-то, он вышел в свет. Да, мы уже ждали этого момента очень давно и долго. И тут пандемия ввела, так сказать, свои корректировки. Наши презентации книги должны были начаться еще в январе, с января месяца. Но тут то технические какие-то неполадочки в издательстве, там свои проблемы были. Потом вот пандемия, и поэтому у нас все сдвинулось. Вот, наконец-то, мы сегодня можем сказать, ну, слава Богу, трилогия, которую мы с Евгением Григорьевичем Луктионовым, да, вот, как говорят, Царство Небесное, кстати, через неделю будет год, как его нет с нами. Но он... Не дождался. Да, он в нее вложил душу, и он верил, что мы эту книгу сделаем, и она нужна будет жителям и многим категориям нашей Владимирской области. Действительно, человек, который всю жизнь исследовал Владимирскую область, Владимирский край, всю жизнь, значит, то был топографом, составлял карты Владимирской, Ивановской, Рязанской, Московской, Костромской областей, а потому и ходил по земле, то работал в институте Гиперсельхозпром, и всякие проекты создавал, то, значит, он работал в городском совете депутатом, как раз в комитете по земельным отношениям и градостроительству, то есть он все время связан с Владимирской землей, и поэтому рассказать ему было о чем, и он мечтал, что когда-нибудь, и я все-таки свою мечту исполню и поделюсь с нашими любимыми Владимирцами тем, чем владею я, а знает он очень много. Ведь вот как создавалась книга, если чуть-чуть назад мы вернемся, в то время мы с ним, он работал, оба работали в городском совете. Значит, я работал в счетной палате тогда, был такой орган, и он сейчас восстановился, есть, а он в этом комитете по земельным отношениям, поэтому мы с ним контактировали очень часто, и потом, оказывается, мы с ним еще и на краеведческой системе, значит, так сошлись. Он был любитель краеведения, и я любитель краеведения, у меня уже к тому времени были книги написаны и так далее. И вот тогда была бы глава города Сахаров, а у него был референт или помощник Щудрин такой был, да? И он подходит, как-то и говорит, Юрий Алексеевич, я вот слышал, что вы все-таки о краеведении-то пишете, в частности, о Владимирской области. Я говорю, да, мы вот с Евгением Григорьевичем Локтионом, говорю, очень много пишем на эту тему. Он говорит, а вот Сахаров хотел бы книгу написать о городе Владимире. Вы сможете написать оригинальную книгу, не как обычный, ну, как вот музейщик про музейщики, про музей, там кто-то, то есть каждый с точки зрения вот узкой специализации. Я говорю, да вы знаете, мы уже давно обсуждали эту тему с Женей. Мы действительно хотели бы написать оригинальную книгу, в которую бы и ландшафт вошел, и рельефт вошел, и реки, и озера, и леса, и границы, и параллели, и меридианы, потому что точных координатов-то никто и не описывал никогда. Вот с кем мы дружим, как живут люди там, на нашем шарике, которые кверх ногами ходят по нашему представлению. Я говорю, давайте мы за это дело беремся. Ну и вот что-то потом, не знаю, с чем связано, короче, книг тогда не получился, но у нас уже с Женей появилась идея вот такую книгу написать. И вот мы эту книгу написали, вот эту трилогию по Владимирским проселкам, именно по Владимирским проселкам, потому что за основу взяли повесть, лирическую повесть нашего замечательного земляка Салаухина. Он очень хорошо писал, многие читали, вы тоже читали, да, какой язык, как он просто пишет доходчиво. Вот. И мы решили посмотреть, а что же случилось через 60 лет на этом маршруте. И вот мы где, на машине, где, значит, на автобусе, где пешком прошли этот же путь Салаухинский, от Покрова до Гороховца по северной части Владимирской области. И мы еще добавили маршрут, увеличили. Салаухин не заходил вот туда, ну, нам по пути, давай зайдем, Женя, давай посмотрим. И, короче, у него было 500 километров описано у Салаухина, а у нас полторы тысячи. Это вот в первом томе. А второй том, говорю, слушай, давай, Женя, мы напишем во всей Владимирской области, а то будет так неудобно. Вот мы хватили вот северную часть Владимирской области, а у нас, значит, сколько можно писать-то бесконечно, и все интересно, давай. И мы с ними решили написать 5000 километров. То же самое, где на лодке, значит, на автобусе, на машине, пешком. Ну, в общем-то, было о чем писать. Это и, которые проходили мы, деревни, которых уже и нету, или только одни основания, где это, часть стены, церкви, где вообще ничего нет. Он только говорит, вот здесь была деревня такая-то, потому что я намечал, наносил ее на карту, а сейчас ее нету. А ведь прошло-то немного совсем не менее. Да, это что по меркам вселенным, это вообще капли, это вот моргнули и нету, казалось бы, но очень сильно все изменилось. И поэтому вот мы захотели оставить вот эти вот все наши события, о людях, которые жили, о событиях, которые происходили на нашей земле, о ландшафте, конституционном, тоже меняется. Вот, о реках, озерах и мы решили второй том написать. Ну, а третий, само собой, как-то выразился, слушай, о столице этой области надо обязательно упомянуть, потому что она очень интересная, тем более мы с ним всю жизнь прожили в этом городе. Мы его очень любим и занимались постоянно этим городом. И получился вот третий том, общее название Владимирским проселкам, город Белокаменный на семи холмах. Вот сегодня мы, собственно, его и в основном представляем нашим читателям. Здесь, кроме того, так скажем, энциклопедических знаний, мы еще добавляли свои воспоминания с Евгением, потому что мы жили в этом городе постоянно, всю жизнь практически, да, и поэтому есть чем, каким воспоминаниям поделиться. А ведь собственное мнение тоже очень интересное, оно у каждого свое, и каждый город видит по-своему. Вот меня много раз спрашивали корреспонденты, а есть ли у вас в городе какие-то свои любимые уголочки? Ну, понимаете, если подумать, наверное, где-то есть, ну, мне очень важен весь город, каждая улочка его дорога. Он действительно, он весь, так сказать, ну, на моих 70 почти годах, он у меня перед глазами, я его весь исходил, посмотрел, тоже любопытство было, а что было здесь, а как это выглядело раньше, а как праздновали. Поэтому вот такая идея о городе Владимире, написать книгу «Роди вас сначала родилась», а теперь существовала, в жизни вошла. Поэтому вот мы еще намечаем провести, еще несколько у нас будет, и в Адрии обязательно будет презентация, и в областной библиотеке имени Горького, и мы должны провести в городском совете, в городской администрации и в областном совете областной администрации. Потому что надо показать, что вышла книга, которая оригинальная, я не знаю, может, где-то еще в какой-то области есть такие подобные книги, но я в Соколе не смотрел в интернете, подобных нет, вот таких трилогий не встречал. Счастливый человек, вы и нашу область исквелесили, кто-то проживет в центре города Владимира и никуда не выезжал. Бывает, да, бывает. Но это вот, видите, это еще должно быть от природы любопытства. Вот это же, когда люди, тоже корреспонденты удивляются, слушай, а что ты вот написал эту про свою родословную, у меня же трилогия родословная есть, вот эту книгу написал, вот то написал, ты же бухгалтер, финансист, а стал книги писать. Я говорю, вот если бы я не был бухгалтер, финансистом, я бы не стал книги писать. Потому что все любопытство и стремление докопаться до истины. Вот это самое главное. Что интересного удалось открыть для себя вот в работе над третьей частью книги? Про город много написано, действительно достаточно широко представлено кривическое сообщество. А вот что вы для себя открыли? Вы знаете, ну, во-первых, Женя абсолютно точно, значит, обозначил координаты. Вот Владимир, а где он находится с точки зрения широты, долготы? Вот где? Мы говорим, вот есть мнение, что от центра Москвы он там 179 километров, от окружной дороги там 108, 160, то есть разные цифры, причем в разных официальных изданиях цифры разные. Нет нигде, чтобы вот цифры совпали. Каждый пишет по-своему вопрос, возникает от чего отталкиваться, от какую точку отсчета взять-то. И вот Евгений этому посвятил целый раздел. Для меня было удивительно. Оказывается, вон мы где находимся в отношении к Москве. Потом очень интересный вопрос, действительно, а кто наши противожители, которые живут там внизу, под нами-то, да, кверх ногами. Вот. Он все это описал. Расскажите нам, кто, мне тоже очень интересно. Это все в книге. Я же думал, это на одном листке, а это не один листок, а там 12-13 страниц. И вот он целое путешествие провел, значит, о наших соседях затронул. Давайте возьмем вот этот меридиан, на котором находится Владимир. Посмотрим, а что же дальше-то вокруг него? И вот от Владимира он весь меридиан прошел, всю параллель, какой Владимир находится, все описал. Это и северный ледовитый океан попадает, и тихий океан атлантический, и все это очень интересно. Понимаете, конечно, узнать, кто же там, это очень интересно. Это вот, это потом, скажем, клейм от Владимира тоже, да, тоже интересно описать. Ну, ведь не в каждом, в справочнике, и тем более в краеведческих изданиях, какой климат в городе. Он как-то не описывается, он, скорее всего, действительно в справочниках описывается. А здесь Женя с интересом написал вот такой климат здесь, вот такой, он разный даже, у нас область не маленькая, нам тут кажется, что маленькая, а на самом деле протяженность у нас, будьте любезны, это как на уровне, вот я был в Венгрии, служил, чтобы проехать в Венгрию, там нужно было, допустим, где-то 5-6 часов на поезде. Так у нас не меньше, надо проехать от Москвы, от Покрова до Гороховца, тоже время очень большое, поэтому у нас наша область, а по сути это небольшая европейская страна, и поэтому она со своими ландшафтом, со своим населением, со своими реками, озерами, со своими рельефом, климатом, все у нас свое, такого климата может быть и нет. Вот в Москве, там другое, вы замечаете, то у них гроза и прочее, а у нас нет, у нас тишина бажа. Сегодня ко Дню России мы хотели поговорить о том, что наш регион, наша Владимирская область, наш край, послужили, пожалуй, некой точкой отчета для всего российского государства. С какого момента начать нужно считать? Ну вот смотрите, значит, как-то историки, видимо, договорились, что возьмем, давайте точкой отчета, 862 год. Это время, когда Рюрика с братьями пригласили на Русь княжить. Ну тут разные легенды есть, ну а суть такова, что, в общем, у нас были тут междоусобные войны, и что славяне, тогда еще русичи, не смогли нормально удержать власть, и, так говорится, руководить этим народом, его мобилизовать, и, в общем, вот руководить. Сами не смогли своими князьями, давайте пригласим варяг. Вот это и было приглашение варягов на Русь. И вот в 862 году. И вот посчитали, что вот 862 год и будет отправной точкой, когда пригласили варягов в Новгород. И вот с этого времени вроде начинается российская государственность. Ну, наверное, можно и так считать. И, кстати, вот 1150-летие российской государственности в 2012 году отмечалось, сходя из этого. Отмечалось в Новгороде, именно в Новгороде. Считается, что там зародилась русская государственность. Ну, вот в силу любоузнательности я тоже этим вопросом занимался. И с нашими историками тоже мы много, очень советовались, советовался много, читал материалов в интернете и прочее. И как-то почувствовал себя ущемленным, потому что у нас есть Андрей Боголюбский, великий князь, которого историки действительно оценили, считают, что именно от Андрея Боголюбского началось централизованное государство. Централизованное. Он собирал князей и различных и тверских, и рязанских, и муромских, и суздальских. Он как бы их пытался объединить. То есть это уже было прототипом того государства, как оно должно быть. Совершенно верно. И вот резиденция, он избрал себе резиденцию Боголюбов, город был Боголюбов, там как город. Ну и городки-то были, знаете, по тем, сейчас, мизерные городки, а тогда это считалось город. Значит, и в Боголюбов приезжали различные послы иностранных государств, приезжали князья решать вопросы войны и мира. Да, приглашали специалистов белокаменного изотчества, его же Андрей, это его отец Юрий Долгорукий начал, возродил, не возродил, а привил Россию, это белокаменное изотчество. Оно было дорогущее, оно было в 10 раз дороже, чем из крепича делать постройки, но оно восхищало всю Западную Европу. И оно поднимало Русь как бы патриархально, деревянно, оно становилось в числе в ряду цивилизованных государств, к ним так относились. И только поэтому Андрей Боголюб этот Юрий Долгорукий решил, несмотря на большущие затраты, возводить белокаменные постройки. И поэтому, да, его считают как бы основателем. Не Киев, Киев, почти, нет, а вот у нас в Владимире, в Боголюбове, значит, есть еще в наших городах Владимирской области в древнейшем или в Польском есть белокаменные храмы. Это вот сделано было с точки зрения престижа и государственности, государственной политики показать, что мы мощное государство. Ведь каждый храм тут обходился, вы знаете, как постройка города в Санкт-Петербург по тем временам-то. Илья Алексеевич, приорву вас, мы сейчас удалимся на блок коммерческой информации и в это время готов встречать еще одного года. Хорошо, хорошо. Мы возвращаемся в студию и рады приветствовать Сергея Полуэктова, председателя регионального отделения Союза Пенсионеров. Добрый вечер. Да, Сергей Сергеевич просто нес тяжелую книгу, поэтому немножко подзадержался. Уважительная причина. Итак, мы закончили разговор на том, что наша вся история Владимирского края это колыбель российской государственности. Есть там исторические факты и в связи с этим есть проект, который общественники сегодня пытаются поддержать, ну и как-то донести до властей, чтобы обратили на них внимание. Давайте, кто начнет о проекте. Я закончу. Мы, значит, была написана вот эта новая книга, я написал новую книгу, это забытые страницы истории государства российского, это как раз 1160-летие российской государственности. Мы эту книгу превратили в проект и совместно вот с союзом пенсионеров, с которым мы все проекты делаем совместно с союзом пенсионеров. И у нас еще есть поддерживающие наши инициативы Совет отцов Владимирской области, потому что у нас цели-то одни, от родителей и детям передать знания и опыт. Поэтому это все превращается в большущий проект, так как и улиц-победители. Я бы один, конечно, не сделал ничего. А вот совместно у нас очень хорошо получается. Сергей Сергеевич находит денежку, это президентские гранты, он хорошо активно использует. И вот такие вещи и воплощаются в жизнь. Наверное, у него есть больше, чем мне сказать. есть за ног телезрителя. Давайте выслушаем его в эфире, а потом перейдем подробнее к проекту. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Анна. Да, у меня вопрос. Какие исторические события были написаны в книге Владимирской прощелки? Нам, пожалуй, не хватит. Да, кем это? Нами или этим Салаухином? Потому что, ну, наверное, скорее всего, Салаухин-то об этих исторических событиях, он как-то проходил мимо. Проходил мимо. А вот мы с Евгением, мы уже, в частности, о Липецкой битве, мы с ним написали, что все-таки не совсем правильно подступили наши историки и там местные краеведы, которые не совсем точно указали место прохождения Липецкой битвы, а это все-таки было событие. Вот мы с ним поправили немножко. Потом, кроме этого, мы еще описывали вот этот тармонгольском нашествии, где проходила дорога Страмынка, наша знаменитая дорога, Страмынская, по которой князь Александр Невский, кстати, ездил в Орду за ярлыком на княжение, а потом эти ярлыки он привозил и здесь раздавал уже местным, так сказать, князьям. Поэтому мы пытались взять меньше истории, а побольше фотологического материала краеведческого. Игорь, почитайте трилогию, я думаю, вынести для себя много полезного. Сергей Сергеевич заждался, а он у нас, как всегда, активист. Итак, о проекте. Дорогие друзья, Юрий Алексеевич правильно сказал, для меня он Юра, он моложе меня, я старший, я ребенок войны, и эти проекты все рождаются на базе Союза пенсионеров России, на базе интересных людей. Вот у нас появился в свое время с Юрой, мы встретились, родилась улица победителей, книга есть, улица существует, 12-й год, мы будем праздновать День Победы, все равно будем праздновать. Вот как, значит, после парада или во время парада проведем. Вот эта книга, которую я держу в руках, это третья книга завершающая, это тоже совместная работа, любая талантливая работа, а у нас талантов в области много, приходит к тому, а организовать, как это сделать, да как людей, да как молодежь привлечь, вот правильный вопрос, замечательная женщина, что звонила, вот прочитайте эту книжку, здесь много этих вещей, и кроме этого исторических, то, что нам с вами интересно, мы здесь живем, эта книга описывает, в данном случае третья, о городе Владимире, она ему посвящена, а я хочу пошире, что я хочу сказать, о работе Союза пенсионеров России, дорогие мои ветераны, я с вами тоже ветеран, наша главная задача, первое, активное здоровье, и с помощью этого здоровья, которое мы поддерживаем, с помощью школы активного долголетия, это значит, передавать знания, умения, опыт, и свое, в общем-то, душевное тепло молодежи, вот это главное, правда, и вот поэтому существует наш проект Союза пенсионеров России, вот сейчас мы проводим, вот у нас самоизоляция, например, для меня и для нашей организации самоизоляция, в общем, позволила применить новые методы, когда пенсионеры могут жить и делать что-то в этих условиях, ну что, дачу нам никто не запретил, первое, я там каждый день фактически, второе, мы сейчас готовим чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, да, не можем собрать, онлайн, вот сейчас прошли чемпионат по компьютерному многоборью в муниципальных образованиях, сегодня целый список, 36 человек было подано, это, значит, почти все муниципальные образования, и все эти люди участвовали пока на тренировочном чемпионате, 16 числа будет уже областной чемпионат, и если канал нас пригласит, мы расскажем, что 17 уже будет подведены результаты, а потом наша команда в составе четырех человек, двух мужчин, двух женщин, двух уверенных пользователей, двух начинающих будет принимать участие в всероссийском чемпионате 9 июля, зачем это все надо, у нас вот сверхзадачи есть, дорогие мои друзья, пенсионер современный человек, я понимаю, и здоровье у нас хуже, и то, и так далее, и так далее, но без нас то ведь никуда, общество без старшего поколения невозможно, были истории, значит, нашей истории мира, когда пытались от стариков избавиться, в том числе продвинутой Японии, чем кончается, кончается бедой, вот, поэтому вот такие проекты, о которых я вот сейчас держу эту книгу, слушайте, интересные, Юра, молодец, к сожалению, конечно, Евгений Локтионов, но это память ему, в том числе, мы издали эту книгу, значит, поэтому вот этот проект, который сейчас реализовали, и да, Юрий Алексеевич рассказывал о других проектах, более масштабных, вот, дорогие мои пенсионеры, часто вот и ветераны, все, старшее поколение, часто мне говорят, и задают вопрос, ну, что вы, главное, нам нечего там поесть, у нас маленькая пенсия, у нас, ну, все это есть, но все это есть, но даже поэтому, вот, коронавирус, у которого говорит, вот, врач известный, выступает каждый день, он говорит, коронавирус в большей степени поражает тех, кто сдался, а кто активно борется, тут он, это действительно, это медицинский факт, медицинский факт, и вот этот медицинский факт, я вас всех хочу пригласить, участвовать, в том числе, в школе активной долголетия, которой ведет Мазунин Владимир Алексеевич, мой заместитель, доктор, профессор, он уже в этих направлениях, ведет эти, в новом современном формате, в режиме зум, есть такая, вы знаете, значит, он сразу ведет занятия на несколько городов, ведет, и рассказывает, как себя вести, и всегда, и в частности, вот, в этих ограничениях. Сергей Сергеевич не мог без агитации к активному союзу пенсионеров, да, это понятно, это моя мечта, пенсионеры были активными и здоровыми. Хорошо, есть на кого равняться, в 22-м году наша страна будет как раз отмечать 1160-летие российской государственности, вот, в рамках этого проекта, который объединил союз пенсионеров, союз отцов Владимирской области, что предлагается сделать? Да, ведь вот, Вань, значит, каждый праздник, тем более государственного масштаба, подразумевает не только праздновать, идти с демонстрациями, ля-ля, тополя, песни петь, пить напитки различные, кушать и веселиться. Нет, мы хотим, и раз праздник, поэтому к празднику люди готовятся, как правило, какие-то подарки, какие-то делают проекты, осуществляют и так далее, поэтому мы решили, что, во-первых, что значит, мы предложили, что поделиться Новгороду праздником с нами, с землей Владимирской и Боголюбову, включая, да, это значит, во-первых, Боголюбову надо вернуть, наконец, в луна Владимира, Боголюбов, это отец и Владимира, и Москвы, отсюда начиналось все это строительство, а его в 65-м году при Хрущеве запихали в Суздальский район, и он так, там и завис, Боголюбов считает Суздальского района, это парадокс, ехать ближе любого населенного пункта, но он, как был, так и остался в Суздальском районе, его сделали таким образом, поэтому там и остаточный принцип финансирования, все остальное и прочее, то есть его, во-первых, надо вернуть, вернуть, есть законный способ, через референдум и так далее, все это в Конституции нашей предусмотрено. Далее, у нас к Андрею Боголюбскому ни одного памятника нет, хотя он выдающийся деятель, его почитают, и все историки говорят, да, это был великий человек, сумевший объединить русских князей и так далее, ни одного памятника, значит, Юрия Долгорукова в шести городах, а Андрея Боголюбскому нет, об этом дискуссии идет очень много времени, и всякие конкурсы объявляются, но не приходят к нам, у меня никакой-то достойной, пока не нашли, где его поставить, да, конечно, в Боголюбове, но, естественно, в Боголюбове, и Андрей Боголюбский жил, ему и памятник должен быть, где? На площади, которая вот как раз напротив Рождественного собора, там есть, но вы попробуйте вот на эту площадь от собора перейти, это же невозможно, там трасса М7 проходит, да, и ты не перебежишь никак, непрерывный поток машин, ну, что делать, проще перенести эту, вынести эту трассу, она и туристам мешает, и жителям, что для этого нужно сделать, а как въезжаешь в Боголюбов, там вот идут улочки побочные, по которым без ущерба для Боголюбова можно провести эту трассу, и деньги тут не огромные, там машины-то все ходят, вот, и перевести, и она, чтобы перед самым мостом через НЭР, улица переходила, ну, по сути, на мост, и тогда будет спокойно и туристам, и людям, и Боголюбов не будет, храмы не будут так разрушаться, ведь от вибраций тоже разрушается, понимаете, вот это тоже в рамках подготовки к празднованию, потом у нас есть мощнейшая мировая организация, ЮНЕСКО, которая собирает под себя памятники, архитектуры, исторические, и так далее, и так далее, давайте к нему, они потихонечку помогают, давайте им накануне такого большого праздника обратимся, чтобы они могли привести в порядок церковь Покрована НЭРЛИ, и Рождественский монастырь, и Золотые ворота, и прочее, у них есть на это деньги, специально отпускаются, давайте попросим, чтобы они нам могли, ведь церковь Покрована НЭРЛИ, она ведь имеет совершенно другой вид, до 37-го года она имела совсем другой вид, и вот об этом тоже здесь сказано, там была и теплая церковь, и колокольня, и ограда, каменная была, сейчас ничего нету, а когда-то была и пристань, вот Евгений Григорьевич Локтионов, он был сторонник того, что правильно называть ни церковь, ни Покрова НЭРЛИ, а на Клязьме, по сути это, и он доказывал в своих работах, что это вот Старица Клязьма, пруд, который у церкви, это Старица Клязьма, по сути-то, поэтому он говорит, что ну так привыкли вроде как, и никто не стал опровергать, на самом деле нет. Красиво звучит. Да, на самом деле нет, это Клязьма так подходила, и не случайно там была пристань, выложенная из мраморных плит, археологи же доказали, когда делали раскопки, что там и князь там встречал гостей, и, как говорится, все флаги будут в гости к нам, приезжали через НЭРЛИ, и через Клязьму, приезжали купцы и послы, вот это надо восстановить. Сергей Сергеевич, ну такие наполеоновские планы, Юрий Алексеевич, вы как главный добытчик, насколько это можно реализовать? Вы знаете, в чем дело, большие проекты так просто не решаются, и если ничего не делать, ничего не будет. Поэтому мы давно уже занимаемся, вот это большая подготовка идет, мы пытаемся включить в те силы, которые могут принять такие решения. Это, конечно, губернатор, это законодательное собрание, и, конечно, мы выходим на федеральные органы власти. Вот сейчас основную подготовку, которую провел Юрий Алексеевич с серьезными людьми, вот она превратилась к тому, вот зачем нужна такая организация, любая, которая серьезно занимается. Вот Совет Миссионеров России серьезная, уважаемая организация, всероссийская, у нас серьезные лидеры, Рязановский Валерий Владимирович, который возглавляет нашу организацию, заместитель председателя, по социальным вопросам Совета Федерации. Вот через таких людей мы решаем этот вопрос. А историческая правда-то здесь, но это все надо доказать, все это надо убедить, и надо сделать, восстановить эту историческую правду. А для того, чтобы это случилось, в том числе важна ваша работа. Вот сейчас мы делаем, вот это мы и сейчас на это работаем. Я думаю, Андрей Николаевич со своим Владимирским ГТРК, мы его заинтересовать, их подключить. Ведь большое значение имеет общественное мнение, и вы это прекрасно понимаете. Общественное мнение создается, и его надо создавать. Первый этап сделан, вот есть с чем нам выходить, и мы уже выходили. Это же катастрофическое обоснование. Доконодательное собрание свое слово нам сказало. Мы готовы вас поддержать, но он на своем уровне. Я думаю, сейчас мы порешаем вопросы с губернатором, мы ему подготовим это, и направим, значит, президенту, и так далее. Мы имеем, вот для этого нужна серьезная, солидная организация, которая наша, вот руководителем, которой я являюсь. Поэтому вот эти все подготовки, в том числе вот эта книга. Это все кирпичики, да? Это те кирпичики, которые ложатся в этот большой фундамент, на котором идет историческая важность нашей Родины. И вот когда президент говорит, у нас тысячелетняя история, и когда Соединенные Штаты и другие демократические страны начинают нас учить, как правильно, они другие. Они другие. Вот сейчас они со своими, значит, не могут разобраться с населением, которого другого цвета кожи. Вот это, они разбираются. А у нас свои проблемы. Ну вот по этому книгу, я потом, чтобы не забыть, я эту книгу мы вам принесли и дарим вам ее. Вот мы здесь Юрий Алексеевичем подписали, с вашим каналом мы давно и много работаем, много проектов хороших. Вот. И он упомянул, говорят всегда, а за какие вы деньги-то делаете? У тебя что, полуэктов бизнес? Нет. У нас нет бизнеса. Но мы умные люди. И когда мы идем в федеральные центры, в президентские, существует президентский грант. Там тоже сидят умные люди. И когда им приносятся такие проекты, под книги редко дают. Но вот под такие книги дают. Вот под эту книгу мы получили 200 тысяч рублей. Добавили еще, нашли. И у нас получился замечательный проект. Поэтому мы сейчас эти книги передадим и в библиотеки города Владимира, и, естественно, значит, в школы. Законодательное собрание. Законодательное собрание. Вот. Потом, значит, естественно, мы передадим все в городской совет. То есть те, вот, это, она и интересная, в чем вот, 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 почему вот, я берусь, мне много приходит, давай издадим книжку. Давай издадим книжку. У нас такая организация, такие люди, замечательные, мы о них напишем. Да, это так. Ну, книжка-то будут читать кто? Дети и небольшое окружение. Эта книга всем интересна, потому что я, приходит, только я отдал, значит, главе города книжку, или там это, он стали, блин, вот там моя деревня, я, к примеру, ловели там кому-то. Ой, деревня-то моя, вот она. Слушай, а речка-то, речка-то, я и не знал, что она так называется. И вы понимаете, это наше родное. И поэтому, вот, это родина моя, понимаете? Всех люблю на свете я. Есть такой стих, завтра я буду. буквально 30 секунд. Поздравляем вкратце всех телезрителей с Днем России. Пользуюсь эфиром, Юликсич. Да, и просто мне хочется сказать, что вот эти книги рождаются и прочее. Это не потому, что я хочу, не я задумываю, не Сергей Сергеевич. У нас под это есть серьезное научное обоснование докторов наук, которые соглашаются, говорят, да, вы не просто так придумали этот праздник, а это исторически сложилось, это факт исторический. Вы просто умели вовремя подать его и в правильной форме. А мы вам это подали, наши телезрители, с наступающим праздником, с Днем России. Берегите свою малую родину.